Маска Содержащие вирусы могут долететь до тканей лица, до рта, носа, слезистых глаз. Но маска имеет еще и второе защитное мероприятие. Мы носим маску и закрываем лицо от случайного касания. Мы касаемся бровей при разговоре, мы касаемся кончика носа, углов рта. И этим мы заносим с рук, которые у нас инфицированы во время нашей работы, во время общения с людьми, по ходу по магазинам, движения по улице. Мы заносим их на слезистую, что самым является опасным. Маска нас дисциплинирует. Как форма белый халат у врачей, так и маска. Позволяет нам помнить, что у нас масочный режим, что мы должны не приближаться к людям ближе, чем на один метр. Не разговаривать интенсивно, как мы говорим, брызжем слюной. Разговаривать спокойно и так, чтобы не передавался контакт жидкости организма, никак не могли контактировать. Поэтому маска нужна. Да, она может быть не нужна, если вы прогуливаетесь, когда на улице никого нет. Потому что по последним ввозам рекомендаций, вирус не передается воздухом. Он передается только с капельками жидкости от пациента, зараженного к здоровому человеку. Маску можно не носить, если вы находитесь, естественно, в семье, дома, потому что это не имеет никакого смысла. Нужно помнить, что маску носить больше, чем два часа нельзя. Маска одноразовая, через два часа она будет наносить организму только вред. То есть мы дышим через маску и на ней оседает все, что у нас есть в организме. То есть курящий человек, одев маску, может заметить, что через два-три часа маска становится вот в области внутренней интимной зоны маски, становится желтой, либо коричневой. Через легкие мы тоже выбрасываем те вещества, которые в организме лишние. То есть если человек, допустим, выпил, у него через час появляется перегар в организме, вы можете знать, это же отображается на маске. Если человек съел что-то не то, организм выбрасывает. И вот эти продукты жизнедеятельности, которые остаются на маске, они влияют на организм еще хуже, чем если бы они просто уходили в открытый воздух.